Пятый год. Проповедь была произнесена. Сегодня на двунадесятый праздник, на крещение Господне, такое апостольское чтение. Титул, 2 глава, 11 по 12 стих. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И далее поясняет, чему научает нас эта благодать Божья. Напоминаю, изречение Феофана Затворника. Он тщательно разбирает слово «благодать», которым так много сегодня пользуется и совершенно без толку. Все везде благодать. Вот съездили мы в монастырь, а там такая благодать, к нам в Потеряевку приезжают люди. Благодать, такая благодать. Батюшка даже посмеялся. Ведрами черпаем эту благодать. Для этого надо работать, смиряться. Смирения нет, а значит одна темнота будет. Благодать имеет три вида проявления. Первая благодать, призывающая. Почему благодать? Потому что слово о милости Божьей, о дарованном спасении, что Сын Божий сошел с неба и поступил по любви своей, а не по справедливости. Взял грехи всего мира и наши грехи. Вот это и есть благодать, призывающая через проповедь. И только через проповедь. И никак, нигде больше так зримо не проявляется. И эту благодать нужно распространять. Ее имеют все до единого, которые уверовали во Христа. Могут этой благодатью воспользоваться те, которые не веруют еще, а услышали, понравилось, и они начинают о ней говорить, как сыновья скевы. Совсем не члены церкви и начали уже исцелять и изгонять бесов. Только лишь что из этого получилось? Но это не запрещается, потому что написано, и эта благодать может коснуться и камней. Лука 3.8 Сотворите же достойные плоды покаяния и не думайте говорить в себе «Отец у нас Авраам», ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Благодать призывающая есть набат, колокол духовный, через устав проповедующих. Скажем так, что на этой благодати сегодня практически поставили крест в православии и глубоко похоронили эту благодать в православной церкви, в католической, и самое глубокое захоронение этой благодати в старообрядчестве. Во всех так называемых исторических церквях «Везде, где нет проповеди». Благодать научающая. Вторая. Сегодня о благодати понимают так, что нужно правую ладонь положить на левую лодочке и подойти к батюшке. Сейчас тебе, как благодать, тут и наберется. Кадит батюшка, некоторые на себя машут руками и нагоняют благодать. Понимают, что дым – это искадило, это благодать. Серьезно, сегодня весь город придет за благодатью водяной. Там столько будет бабок, банок разбитых, столько людей повреждено. Я сам работал в Покровском соборе дворником несколько лет. Приезжали бабульки, приезжали бабульку к этой купели, к Иордане и Малии Георгиевне, ребро сломали. Я говорю, и что ты врачу сказала? Я говорю, что врачу скажешь? Да с трамвая вылазила, упала. Не скажу же, что в церкви ребро сломала. Так это же неправда. Так я же за благодать уходил. И как я могу неверующим правду сказать, чтобы благодать ими поругана была? А дальше уже благодать-то была не научающая, не врачующая, а калечащая. А значит, это уже и не благодать. Благодать там, где Господь, где Дух Святой. Я каждый раз удивляюсь, как мудро составлены церковные чтения. Кто их составлял? Один ли автор был? Думаю, что очень много. И в течение столетий все это понабиралось. Но сегодняшнее апостольское чтение я с трудом смог присоединить к тому, что читается в Евангелии. Как будто совершенно и не к месту. О крещении то апостол Павел говорит в другом месте к послании к римлянам, римлянам 6.3. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Галатам 3.27. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Почему сегодня на крещение Христова читается это? Потому что прощение грехов у Христа это не было в крещении. У Него нет грехов. И святые отцы это место не взяли, когда мы принимаем крещение. И не говорится об облачении во Христа. Почему? Так Он сам Христос. Чего Ему облекаться? А говорится о благодати. Притом о благодати, засвидетельствованной с неба. Что Он, Сын Мой, возлюбленный. Его надо слушать. Слова же Христа, известные из Евангелия, их монахи запечатали, и слушать нечего. И запечатали глаз родителев Отца Небесного. Вот куда мы выходим. Целый год запечатывают голос Отца Небесного, а тут глаз родителев. Какой глаз родителев? Когда ни одного слова не слышали. Опять обман. Это страшный преступный обман. Благодать научающая. Где она? Благодать научающая. А когда благодать призывающего, то что она означает? Человека научаем, с кем-то разговариваем. Он говорит о своей беде, боре. Вот я ходил по разным учениям, не нашел утешение души. Мы говорим, и не найдешь. Потому что как бы тебя не утешали, как не лечили, никуда это не уйдет. Смерть в каждой клетке сидит. Рано или поздно ты умрешь. Какие бы ни были целители народные, что бы они ни знали, бесполезно, все равно умрешь. На тысячи лет жизни на земле ты же не рассчитываешь? Умрешь. Только более здоровым может быть внезапно сердце остановится. Так благодать научающая говорит человеку, когда проповедуется, что Христос сошел на землю. Бог, Отец, Любовь и Его Вечный послал на землю Сына Единородного. И Господь так возлюбил мир, что единственного Единородного Сына отдал за каждого из нас. Он призывает, дабы никто в ад не пошел, но, уверовав в Него, имел жизнь вечную. И горе человеку, который не примет Христа, ибо гнев Божий пребывает на таком. Неверующий не увидит жизни. Никакие попы за упокойной молитвой ему не помогут. Все это лючейший поповский обман, когда неверующим обещают после их смерти беспокаянную, беспокаянной, после смерти беспокаянной жизнь, после смерти беспокаянной, жизнь вечную. Страшный обман идет в церкви, когда люди за деньги пытаются в рай протолкнуть своих усопших грешников. Сегодня толпы идут в церковь отпевать, и это есть тысячелетний обман. Мы сегодня соприкоснулись с благодатью освящающей. Вот почему святые отцы поставили это место читать по крещению. Или они ничего не понимали, а мы понимаем правильно, что не проповедуем о Христе. Или они очень хорошо понимали, когда мы не понимаем, что не проповедуем. когда Заталус говорит «Если у них хорошо, тогда у нас худо, потому что они еретики. Но если у них худо, значит у нас тогда хорошо». Так и здесь. Если это благодать научающим, «Если это благодать научающая, которая отверзает очи, то значит мы должны не просто здесь воду хлебать кружками, ведрами, а сказать «Это благодать и через воду освященную, да побудит меня к еще большему ревностному труду на Ниве Божьей, чтобы я учил сам себя». Благодать научающая, коснись меня, благодать научающая через мои уста, язык, через жизнь святую во Христе по Евангелию. Жизнь главная, коснись сердец ближних, родных, чтобы обратились, и в сей день эта благодать сошла в воду Иордана. Благодать это сам Иистос, благодатный глаз его и Дух Святой в виде голубини. Это мы научаемся через слово, потому что благодать научает. А если этого нет, к Евангелию не приучают, тогда благодать в алтаре вся у батюшки. Так и понимают. Какой бы поп ни был, но сказать о нем ничего нельзя. Он безобразничает, а сказать ничего нельзя. Он вне критики. Никого не судите, это главное, попов не троньте. Вот какая заповедь сегодня. А что в ад идут толпы, что поп взял ключ разумения, но сам не входит и других не пускает, про про это нельзя говорить. И вся задача архиерея в том, чтобы священники не проповедовали. Вот отец Павел стоит рядом. Он начал проповедовать, а епископ его сразу задвинул в запрет. И архиерей травит батюшку день и ночь. Почему? Потому что эта благодать научающая не сошла на епископа. Осталось заунывное и непонятное пение. Они же хорошие певцы. Но это все ложь и обман. Они выносят сегодня суд самим себе. Ты пел про благодать научающую, так она и научает, а она есть благодать призывающая. А вторая благодать какая? Второй вид. Благодать обращающая. Как Феофан затворник говорит. Когда сердце коснулось благодать небесная, благодать научающую от научения, потому что вера от слышания, а слышание от слова Божьей, тогда душа может сделать выбор в пользу души своей и пойти за Христом. Римлян 10, 15. И как проповедовать, если не будут посланы, как написано, как прекрасны ноги, благовествующие их мир, благовествующих благое. И не просто людям говорить, что надо проповедовать, а посылать надо. Священник обязан посылать. Кончится служба и нужно говорить, братья, не сидите на месте, вы не получите никакой благодати, если не пойдете на проповедь. Благодать обращающая должна заработать в городе, а далее придете сюда и здесь будете сопровождать, будет сопровождать нас благодать освящающих. Вот алтарь, вот чаша причастия, вот она, где благодать освящающая. Сегодня обманывают и говорят, вся благодать здесь, в алтаре и без благодати научающей. Это стопроцентный обман. Почему? Потому что едите и пьете в осуждении себе. Что толку, что ходите дворы Божьи топчете, ходите на Покровск, по Покровским, Никольским храмам, если сердце не отдано Богу. Благодать научающую вас еще не коснулась. Как Иоанн Затаус говорит, что лучше бы кто-то взял ключи от храма да забросил в океан, чтобы не ходили, зря здесь не суетились. А когда сердце отдано Христу обратилось, вот тогда благодать будет работать в человеке. Киту, 2 глава, 11 по 12 стих. Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающий нас, чтобы мы, отвергнув нечестие мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. И дальше поясняет, отвергнув нечестие, и по порядку перечисляет. И мирские похоти. Какая огромная тема, мирские похоти. Это и телевизор, и стадионы, это празднование день рождения безбожных, мирские похоти. Дети идут на танцплощадку, это и выпивка с устатку, и пиво, которое начали пить. Все это мирские похоти. Похотение есть. Как с ней бороться? Всему учат благодать. Если этой благодати нет, значит, человек как мертвец. Его только отпусти, он упадет. А благодать научающая, как отвергнуть мирские похоти, сохраняет человека. Как жить правильно? Это благодать научающая. Как жить благочестиво в нынешнем веке? Благодать научающая. Эта благодать рассказывает, как вести себя на работе, с детьми, в поезде, в трамвае. Вы выходите, идет дорогой кому-то и дорогой кому-то свидетельствует о Христе любви. Идете и дорогой кому-то свидетельствует о Христовой любви. Это все благодать научающая нас. Тимофея 2 глава 13 по 15 стих. Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Тихие говори, увещевай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя. Это апостол Павел говорит епископу Титу. И опять же благодать какая? Научающая. Почему? А она в каждом слове. увещевай. А как увещевать без языка? Выходят 15-20 священников и архиерей. Все молчат. Молча постояли, молча опять ушли. И нас спрашивают, они у вас глухонемые, что ли, или просто поврежденные с детства? Почему их в 20 месяцев не послать куда-то с проповедью? И вот придумали благодать, это кучки собьемся, с иконами будем ходить, крестные ходы, крестные поклоны ставить, кресты поклонные ставить, но чтобы только язык не работал. Это все и глухонемые могут делать, но и глухонемые молотят руками, а вот эта благодать научивает, научает увещевать. И не просто гладить по головке, как любят в Калаброде хорошие монастыря монахи, но при том обличать и со всякой властью. А сегодня символ власти у епископа это палочка, жезл. Обличать надо, а не за палочку держаться. Все закутали в символы, придумали ребусовую веру. Красиво палочку жезл сделали, обработали как надо. Для чего? Чтобы никто не пренебрегал тебя, когда ты говоришь. Покажи эту власть, со всякой властью обличайте еретиков, не позволяйте им богохульствовать, поносить церковь и епископа, если епископ не еретик. Я рассмотрел слово ученик. Раз учить, то должен быть и ученик. В Ветхом Завете слово ученик встречается всего два раза, и при том тогда, когда Бог ищет учеников, то есть все время в поиске. А в Новом Завете 261 раз это слово встречается. Новый Завет по объему в три раза меньше ветхого. Вы понимаете, как склоняется все к научению и здесь? И здесь сделали так, что если в Ветхом Завете два, а здесь сделали так, что если в Ветхом Завете два, то в Новом Завете ноль, сейчас так сделали, два и двести 261, сделайте же сравнение, это в сто с лишним раз больше учить надо, чем в Ветхом Завете. А в Ветхом Завете было повеление в Тарзаконе 19, 19, 11, 19, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, когда идешь дорогу, когда ложишься, когда встаешь, когда дома сидишь за столом, учи, если никого нет, пиши на бумажки, приклеивай на заборы, на ворота, на косяки клей, если никто не слушает, на лоб себе приклей, на рукава приклей. Не свастики, не звезды, а закон Божий. Вот она благодать научающая, когда она заработала. Слово «Учитель» в Ветхом Завете встречается 15 раз, а в Новом Завете 69 раз. Для чего привожу эти данные? Чтобы быть хорошим учеником, нужно 261 место открыть в Новом Завете, чтобы благодать научающая влекла тебя к учителю, чтобы быть учеником у ног Христа. Далее слово «Учиться». Очень трудно было мне выискивать все, ибо данное слово очень разбросано по всей Библии. Нашел 114 раз. Это 114 раз нужно отметки нам поставить в дипломе нашей жизни, чтобы действительно желали учиться. А у кого учиться? Иоанн Златоус говорит, смотри, вместо учителя, вместо пастря, волка не избери. Не смотри, что священник или архиерей, а смотри, учит ли он по закону Божию. Потому что многие священники стали еретиками, такие как Арий. Многие архимандриты, как Евтихий, стали еретиками. Многие патриархи стали еретиками, как Несторий. Вчера еще он был православный, так он не в один же день таким сделался, но еще продолжал благословлять. Люди склонялись перед ним, но учение у волка уже было не православное. Когда только его церковь объявила еретиком, тогда он стал уже для всех верных еретиком. До этого он еще, может, года два отравлял души людей. Итак, в чем видно, что баню очищения и обновления он нас возродил? Вот почему эти слова взяты к окрещению. Крещение это баня, это баня возрождение, но она и баня обновления. Всякое крещение наше должно быть по образу Христову. Иоанна 3, 23. А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было много воды, и приходили туда и крестились. А зачем много воды? Взял бы чашку или в раковину водички и поливал, как у нас на иконе нарисовано. А иконки нам подсунули прокатолические изубров и художники. Есть у нас и эта икона. Христос на берегу стоит, а Иоанн на него сверху покатолически из раковинки льет. Разве икона это должна быть в православном храме? Мы даже этого не видим. Христос сошел в воды, струи и ордана накрыли его. Он дал нам образец, но не мог дать нам образец вопреки канонов, которые придут позже, вопреки смысла. Слово крещение означает погружение. И другого перевода этому слова просто нет. Итак, баня возрождения. Крещение это не баня только омытия, но баня возрождения дал Духа Святого титу 3.6, которого злил на нас обильно через Иисуса Христа Спасителя нашего. А в чем это видно? Благодать научающая в научении. Сирахова 37.22 Иной человек искусен и многих учит, а для своей души бесполезен. Какую книжку не возьмешь в православии, везде пишется, что крещение это троекратное погружение. Все правильно пишут, а для своей души бесполезны. Столетиями печатают как правильно и крестят все время неправильно. И книжка у священника в руках и всюду везде записана. Но только не будут делать как следует. Второзаконие 8.5 И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Вот она благодать научающая. Как человек учит сына своего. По этому образу видимо люди и писания не учат. Раз детей не учат, то они и шпаной растут. Где попало бродят, вырастают безбожниками. А тут написано в сравнении, как человек учит сына своего, так нас Господь учит. И сайт 28.6 И такого порядка учит его Бог его. Он наставляет его. Какой в церкви порядок? Занимает ли пастырь то место, какое ему назначил Господь? Без священника нам не спастись. Без священных этих рук, Златоуз говорит, нет отпущения смертных людям, смертным людям странно, в кавычках написано, что Бог за нас умер и вдруг какой-то священник. А тебе рассуждать не надо. Бог так установил. Это Писание говорит. И с этим надо согласиться. Мы вчера на занятиях об этом как раз говорили. По смыслу священник тут и не нужен. Меня прямо благодать касается. Но в деле спасения, в получении третьей части благодати без священника не обойтись. Без епископа мы никто. Мы просто будем отщепенцы, самочинники и сектанты. Вот почему в деяниях 21 главы 28 стих мы читаем. Крича мужи израильские помогите. Этот человек всех повсюду учит против народа и закон и места сего. Престом и эллинов ввел в храм и осквернил святое место сие. Это апостола Павла схватили, то есть обвиняли его. Вот он всех так учит. Это обвинение на нас сегодня, что мы неправильно учим, что молимся с еретиками, еленов вели и прочие. Я почитал, как будто один к одному с нами сходится. Мы учим согласно Слову Божьему, по святым отцам, по блаженному феофилакту. Если кто желает больше узнать, пусть приходит на занятия. 1 Иоанна 2 27 Впрочем, помазание, которое вы получили от него, вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то почему оно научило вас, в том пребывайте. Сумели же монахи так перевернуть, что помазание это кисточка мира или же елей, когда нас в субботу мажут или при крещении. И вот оно будет нас научать. Весь мир мажется и ничему не научены. Не об этом помазании здесь идет речь. Но написано же, что помазание, повторяю, что вначале такого не было помазания вообще. Помазание Духа Святого, который научает. Но если эта кисточка научает, этот маленький стаканчик с маслом научает, то почему же люди такие глупые? Почему никто не знает ничего правильного о Христе? Почему они свободно уходят к еретикам, в коммунисты, в грабители, в разрушители церкви? Явно, что не об этом помазании шла речь у Иоанна. Не об этом. 1 Иоанна 2.20 Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. И вот та благодать, которая, видя голубю, сошла на Христа, и она незримо пребывает на верующих. И когда мы с верой приступаем к таинству мира помазания, вот теперь эта благодать научает. Вера открывает лоб, глаза открывает уста, благодать входит в них. Почему помазывались все члены? Сегодня не все помазываются, много из практики. Крещение постепенно удалилось. Сегодня не помазываются те члены, на которых смотреть люди боятся. Почему в житии канона Конона, пресвитера, говорится, как он крестил красавицу, пресьянку, и нужно было какие-то части ее тела помазать, и он не мог быть по причине вожделения. Поэтому были деканицы, которые определенные места мазали, чтобы, может быть, правильно рождали, правильно зачинали, и все остальное было правильно у них. Нам даже странно. Неужели мазали? Мазали. А если задуматься, так, может быть, это самое главное место, которое больше всего и надо людям укращать, и выжигать, и омывать, и мазать преизобильно. А благодать освящала, поэтому дети были другими, по-другому рождались. Это мы уже только и в житиях святых могли узнать. 1 Тимофея, 6 стая, глава 3 по 4 стих. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрению, от которых происходит зависть, распись, злоречия, лукавые подозрения. Не раз приходилось разных епископов слышать, и они очень любят говорить проповеди о гордости. Гордость, бойтесь гордости. Павел же поясняет, что гордость у тех, которые восстают на Слово Божье, на Библию. Читаю снова. Что учит иному, а не того, что благодать научающая, то есть не из Библии. Тот горд и ничего не знает, хотя бы в 10 академий кончил. Если ты следуешь словам Библии, тогда ты знаешь все. Это благодать научающая, когда ты в смирении приступаешь к словам Божьим. И не надо просить священника благослови батюшка меня читать Библию. Это совершенно безумные слова. Сподобился ли видеть духа голубина, когда дух сошел и благодать научающая в тебе начала действовать? А ты попроси батюшка благослови меня, чтобы Бог дал мне память все запомнить. Вот это тебе нужно говорить, а не то, что читать. И на проповедь не надо просить благословения, а только просить Господи благослови через батюшку. Исайя 8,20 Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят как это слово, то нет в них света. Без епископа и без батюшки в тебе должно быть уже готовое зрелое желание и готовность идти на проповедь Евангелия. Идти или не идти, на это не надо искать человеческого благословения. А вот чтобы было успешное благовестие, вот на это и попроси у священнослужителей благословения. А не на то идти или не идти. Поп конечно же не пошлет тебя на проповедь, чтобы не обличить свою пнеобразную сущность. Подойди к нему и скажи, батюшка, подай мне благодать через тебя, чтобы язык мой мудро говорил. Я знать знаю, а сказать мудро не могу. Чтобы благодать научающая была оформлена как должна, чтобы этот бриллиант был огранен достойную золотую оправу. Вот что значит слова, сказанные вовремя и мудро. Прозаконие 31.12 Собери народ, мужей, жены, детей, пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и чтобы боялись Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова закона всего. Мы услышали о благодати и увидели ее нашими духовными очами. что она в виде голубини сошла на Христа и что Христос учил правильно его слушать. Это подтвердил Отец Небесный. Да пребудет в нас слышанное, чтобы благодать научающая соделала нас воистину чадами, учениками Христовыми и учителями для непросвещенного мира и друг для друга. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.